Тот, кто прелюбодействует с замужней женщиной, тот, кто прелюбодействует с женой ближнего своего смерти, будет предан прелюбодействующий и прелюбодействующая. Кстати говоря, с чужой женой имеется ввиду. Да, имеется ввиду с замужней женщиной. Вот что это такое? Что такое прелюбодействие с замужней женщиной? Это значит использование не своего исправленного желания. Мы же говорим о том, что все желания существуют в одном человеке, и все желания делятся на мужскую часть и на женскую часть. Девять первых сфер, это мужская часть, десятая сфера, малых вот это женская часть. Если у тебя не исправлена десятая сфера, женская часть, это называется, что это не твой зеук, как сказать, ну, не твоя женщина. Женщина другого, да? Да, да. Она еще относится к другим девятью сферотам. И как бы и ты не можешь ее ей... Ты не можешь правильно ей пользоваться ради отдачи. Не получится? Пользоваться ради отдачи. Да. Дальше. Человек, который ляжет с женой отца своего. На готу отца своего открыл он. Смерти должен быть предан. Преданы оба кровь на них. Да, потому что, опять-таки, это высшая ступень относительно низшей. Вот. Это не оба и има его личные, но все равно он не имеет права. Он таким образом не поднимается на следующую ступень. Есть... Есть комбинаторика особая между отцом и матерью. Отцом... Я даже не знаю, как назвать. В общем, всеми мужчинами, которые на том же уровне, рядом с отцом на высшей ступени и всеми женщинами, которые на том же уровне, рядом с матерью. И он не имеет права... То есть, связь может быть только отец, мать и я. Не может быть связь я и мать. Нет. Я не имею права... Не могу контактировать ни с какой левой частью или правой частью, то есть, или женской, или мужской высшей ступени, если они не соотносятся ко мне. То есть, не получается коммутации, что ли, нормальной между моей ступенью и высшей. А без этой коммутации не пройдет высший свет. Поэтому запреты, они представляются в таком категорическом виде. Потому что ты, если неправильно пользуешься, ты свою ступень, на которой ты доходишься, а ты ее достиг с большим трудом, тоже теряешь. Поэтому есть общее правило. Сиди, ничего не делай предпочтительнее, чем что-то делать. В принципе, мы с вами говорили, что запрещены все связи, которые не порождают следующую ступень. Да. По большому счету. Вот здесь именно это... Да, конечно. Нет, что-то запрещены. Запрещены, то есть, ты сделаешь неправильный контакт с высшей ступенью, он, естественно, контактом не будет, он будет отрицательным. Ты со своей точки, с которой ты начинаешь этот контакт, ты хочешь подняться на одну ступень выше. В постижении высшей системы, творца, каждый раз же ты постигаешь все более и более глубже, ты в итоге спустишься ниже.